Добрый день, это Прима Медиа Лайв. Мы вещаем в прямом эфире студии информационного агентства Прима Медиа. Вот уже более месяца, как в Владивостокском центре современного искусства «Заря» сменился куратор. И вот о новшествах, планах и различных интересных штуках и новой политике центра современного искусства мы говорим с Алисой Багданайте, куратором центра современного искусства «Заря». Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Вот, собственно, смена куратора, приход нового. И чего ждать нового? Поменяется ли каким-то образом кардинально политика центра современного искусства? И, может быть, в какую-то другую сторону направится? Ну, для того, чтобы говорить о том, как она поменяется, нужно, наверное, найти определение, какой она была. И здесь, мне кажется, нужно говорить о двух частях. О выставочной программе и о том формате, в котором работали параллельные программы. И такие важные вещи, как детские творческие мастерские, различные лекции и визиты, которые разные люди из сферы архитектуры, литературы, современного искусства делали, просто приезжая и работая на площадке с аудиторией. Я думаю, что во второй части все будет максимально придерживаться той политики, которую ввела предыдущий куратор. Потому что это действительно здорово сделано, потому что мы получаем очень хорошие отзывы от всех этих программ. И, конечно, мы постараемся что-то новое еще привести, для того, чтобы не избавлять темп работы, который уже налажен. Поэтому мы максимально сохраним формат всех интерактивных событий на заре. И нам дальше важно перейти к групповым проектам, то есть к групповым выставкам, где участвуют один или два куратора и много художников, как тех, которые приезжают специально для выставочного проекта, так и тех, кто работает и живет в Владивостоке или в регионе. И мы будем активно работать с тем, что здесь есть. У Зари хорошая репутация. Ну, то есть людям интересно знать, что здесь происходит. И когда это происходит на Заре, как правило, они интересуются дальше этим явлением, даже если о нем не слышали. Мне еще важно говорить на тему программы таким образом, что когда какой-то проект думает о том, чтобы путешествовать в регион, Заря была первым местом, куда бы они предложили интересный выставочный проект. Потому что они бы знали, что здесь их ждет профессиональная команда, хорошая аудитория, приветливая группа людей, которые будут им помогать и, разумеется, все технологические параметры, которые позволяют выставку провести. Не все вещи могут путешествовать так легко, поэтому и в этом особенный плюс для творческого населения Владивостока, для художников, для кураторов, для журналистов, для тех, кто хочет ими стать, для молодого поколения. Важно, что мы будем стараться привозить людей сюда, чтобы они работали здесь, и с ними можно будет работать, и общаться по ходу работы. И в этом есть очень большое значение, потому что мы стараемся работать не на локальном уровне, а на самом высоком. Я очень рада тому, как все здесь происходит, потому что, во-первых, тепло принимают, во-вторых, супер профессиональные люди, и вот команда, с которой мы сейчас работаем на выставке, будь то строители, будь то маляры, будь то кто угодно, журналисты, все знают свое дело, хорошо подготовлены, очень активны, всем интересно то, что мы делаем. Возможно, еще художник, к которому мы привозим, так влияет, потому что он влюбляет в себя очень быстро и располагает к себе. И человек, который должен был, вот сейчас я просто про стройку, потому что я вот только с уставки, да, в пятнах краски, но тем не менее человек, который красил стену, да, под работу, спрашивает, ну, а что хотел сказать художник? И мы понимаем, что это здорово работает, и довольно часто в других регионах России такого отношения немного. Мне кажется, что здесь именно открытость, то, что город портовый, солнца много, и моря много, и люди расположены ко всему новому, и воспринимают это здорово, поэтому, на самом деле, несмотря на то, что ПАШ-183 один из самых известных русских уличных артистов, стрит-артистов, известный за рубежом, наверное, первой величины художник русский, которого цитируют во Франции и в Америке, он, тем не менее, был не так уж известен в Владивостоке. Даже когда мы покупали баллончики в специализированном магазине, ребята-продавцы, для которых это хлеб, о котором нужно и важно знать, они не были в курсе. Но когда мы им показали каталог, когда мы рассказали о выставке, они сделали небольшое исследование, сразу поняли, что это круто, и разгорелся интерес, и я думаю, что ни сложности с пониманием, ни сложности в производственном смысле у нас не возникнет, надо только работать. Одним словом, что понравилось, что не понравилось в Владивостоке, вот если вот так уж рамки сжимаем? Очень плохие дороги, отсутствие тротуаров. Я хожу пешком здесь, и вот, конечно, очень страдаю, потому что мне страшно, машина здесь ездит в сумасшедшем темпе, мало разметки там пешеходной. Вот буквально сейчас на студию к вам пришла и переходила там, где невозможно перейти, кроме как перебежать, закрыв глаза. В этом смысле тяжело. С другой стороны, довольно весело, когда таксисты по этим горкам, подпрыгивая, не представляют, что здесь зимой творить. Ну, то есть в этом есть, конечно, свой шарм, но для пешехода это не очень приятно. Мне очень нравится природа здесь, и, конечно же, открытость людей. Все улыбаются, готовы помочь, очень общительная, по-настоящему хорошая городская атмосфера. Приехав из Москвы, завидую. Продолжение следует...